Теперь что по армии. Я вам просто скажу, какая у нас должна быть армия. Мне задают вопрос, как избавиться от тех, что людей, солдат, детей мы отдаем в армиях, убивают, пытают. Вот продажный депутат Бапи, вчера он был типа в оппозиции, он, кстати говоря, в оппозиции был, но просто перестал верить в наш народ, который все время ждал, что проснется и переместнулся на сторону власти. Армия должна быть следующей. А он говорит, у нас нет денег, чтобы содержать контрактную армию. Половина якобы армии у нас это люди, которые по призыву. Нам такая армия не нужна, где пытает детей, где просто гоняет на стройки и так далее. Вообще стандарт, 1% от общего населения страны должно быть в армии. Значит, у нас население чуть больше 20 миллионов, у нас армия должна быть не меньше 200 тысяч человек. Но власть скрывает точное количество, сколько вооруженных сил, где-то 45-70 тысяч. 70 тысяч максимум это с обслуживающим персоналом, это даже не армия. То есть мы даже 100 тысяч не имеем. Норматив 200 тысяч нам нужно, 1%. Что такое содержать, откуда взять деньги? Есть воловой внутренний продукт. У нас по прошлому году минимум 260 миллиардов долларов. Считается нормальным 2% от волового внутреннего продукта. Если у нас 260 миллиардов долларов ВВП, значит мы должны тратить в год 5,2 миллиарда. 2%. Америка тратит где-то 4%, Израиль около 7%. Путин в России заявил, что они будут тратить 13%, а мы тратим 0,5%, 0,7% от ВВП. То есть это сколько? Это значит там в районе полутора миллиардов долларов, грубо говоря. Понимаете? А мы должны тратить 5,2 миллиарда долларов минимум. И вот представьте себе, что если у нас армия будет 100 тысяч человек, мы будем платить им 2000 долларов. 2000 долларов это миллион тенге в среднем. А они сейчас половина ничего вообще не получает, контракты получают там копейки, 100-200 тысяч тенге. А я говорю, что мы в состоянии платить им по миллиону тенге. Даже если у нас армия будет не 70-60 тысяч человек, а 100 тысяч человек, а нам нужно 200 тысяч. Что такое 2000 долларов? 2000 долларов умножаем на 100 тысяч человек, это 200 миллионов долларов в месяц, или где-то приблизительно на 2,4 миллиарда долларов. А оборонный бюджет, я говорю, что должен быть 5,2. То есть фактически этих денег хватит, чтобы содержать, платить миллион тенге каждому представителю вооруженных сил. И еще у нас будет больше 2 миллиардов, чтобы нормально переоснастить армию. Это минимум. Вот что мы должны делать. Но это невозможно сделать при действующей власти. Я хочу вам сказать, что Азербайджан, где живет меньше 10 миллионов человек, а у нас больше 20 миллионов. Наша экономика больше Азербайджана в 4 раза. Запомните, в 4 раза. Так вот, Азербайджан в течение многих лет тратил на свои вооруженные силы около 3 миллиардов долларов. То есть маленький Азербайджан смог около 3 миллиардов тратить, отвоевать Карабах. А Казахстан, экономика, которая в 4 раза больше, чем у Азербайджана, не может потратить даже 2 миллиарда долларов. Я же даже не говорю о 5. Это о чем говорит? Это говорит, что Токаев специально делает, чтобы наша армия была слабая. Они специально вот этих людей берут на службу неконтрактников по призыву. Потом гоняют на стройках, они воруют, бесплатную рабочую силу получают. И у нас поэтому нет армии, нас могут быстро завоевать. Чтобы этого не было, что нам нужно делать? Выгнать этот режим, построить нормальную армию. У нас армия должна быть минимум 200 тысяч человек. Я вам просто говорю, что мы легко, вот по нашему плану, который я заявил и показал, где деньги, у нас минимальная оплата рядового 500 тысяч тенге, офицеры миллион тенге и там до нескольких миллионов тенге. И все эти деньги есть в нашей стране. Вы теперь, надеюсь, прекрасно понимаете, что денег в нашей стране много. Поэтому мы построим сильную профессиональную армию и будем готовы использовать современные технологии. Вот видите, сейчас в Украине население 5 раз меньше, чем в России. Они используют дроны разного характера, атакуют, валят российскую промышленность и перевооружаются, строят современную армию. Вот мы это можем сделать, потому что у нас денег больше, чем у Украины. Украина, баловой доход на душу населения было до войны 5 тысяч долларов. У нас сейчас 13. И это 13 тысяч долларов. В течение 10 лет это баловой доход на душу населения, экономика так считает. Понимаете? То есть у нашей страны такие колоссальные возможности. Я вам привел пример один с энергопроектом. Когда энергокабель построим, мы за 15 лет можем войти в число ведущих стран мира. Вот представьте себе, за 15 лет эти люди больше 30 лет рулят страной. Страна у нас бедная и нищая. Вот каким образом нужно строить армию. То есть мы будем строить профессиональную армию. Денег у нас в стране, что называется, завались. Не нужно вкладывать деньги ни в какую атомную станцию. Все энергообъекты будут строить частные инвесторы. Дай только возможность им продавать дороже. Дороже есть рынок, трубоустроимый энергокабель, частными руками. Правительство вообще ничего не вкладывает. И мы становимся энергетической державой не только по нефти, но по электрической энергии. Что выгоднее? Понимаете? Нет у нас никакого дефицита. Когда они, чиновники говорят, что вот там мы не можем выбросы делать и так далее, они врут, потому что три энергостанции объявили угольные будут строить в Семее, в Скамегорске, в Кашитаве. Если нельзя, почему они строят? Экипасузские станции будут строить тысячи мегаватт, еще два блока. И вот такого рода объектов они сейчас по плану уже вводят. В Туркестане газовые станции, в Таразии, в Тадугургане и так далее. Знайте, у нас избыток мощностей. У нас электроэнергии много. Газа у нас много. Как Джакшев сказал, достаточно построить одну энергостанцию на газе. Мы на 20 лет решаем проблему любого дефицита. Нет у нас проблем с электроэнергией. Это все должны знать.